Всем привет! Ну что, я снова решила заняться рассадой. Посажу в этом году щавель, укроп, астру китайскую, не знаю, посмотрим что это, просто семена какие-то остались, петрушку и салат листовой. Пока мы это все сейчас замочим, через недельку посадим землю. И так у нас началась посевная на наш балкон. Берем такие тарелочки небольшие, салфеточки, сейчас я на них вместо марли в этот раз решила использовать просто салфетки. Водички накапаем и высыпем семечки на недельку оставим разрывать. Решила я такой вот брызгалочкой побрызгать, потому что если водой залью, то боюсь, что салфетка уже намокнет полностью. Так, ну вот такие тарелочки я приготовила, сейчас насыпем семена. Сначала начну с того, что я больше всего люблю, это цветочки астрокитайская смесь с рисочных сортов. Не знаю, что тут написано, универсальная смесь для цветников и букетов. Кусты высотой, ой, 50-75 сантиметров длины. Ну пусть растут на балконе, что вырастет, то вырастет. И так насыпаем. Все, это все семечки. Немножечко их тоже распределим брызгалочкой и будем смачивать каждый день. Записку, что это Астра. Готово. Теперь мы будем сажать салат листовой неженка. В том, в те, когда я его сажала, как-то не очень пошел. Хорошо бы, чтобы был свежий, хрустящий, среднего размера, желтовато-зеленый, пузырчатый, волнистый, по краю салат. А пока рассадом насыпаем. Сколько семечек-то тут? Вот так. Салат листовой. Вот. А сюда всю зелень. Щавель, петрушку и укроп. Сейчас насыпем. Укроп дальний, ранний сорт. От всходов до уборки зелени. 35-39 дней. Укроп вообще я люблю и в качестве украшения, и в качестве просто привкуса. Ну, укропчик, да. Семена, как обычно, знакомые. Англичане, кстати, многие. Ну, вот с детьми я общалась, не знаю, ни как выглядят растения, ни как выглядят семена, ни как за ними ухаживают, ни как что-либо выращивать. Они ничего этого не умеют. Дети. Я не знаю, как взрослые, но, по-моему, тоже. Очень редко кто-нибудь что-либо выращивает в Англии. По крайней мере, в Лондоне. Конечно, я понимаю, что в английских городах, где есть сельское хозяйство. Ну, вот так вот, допустим, у моих владельцев собак у них был сад, и там все, абсолютно все выращивала их домработница. Они только покупали семена и растения, а она все высаживала. Ну, вот это все мы положим, поставим, наверное, на окно в зале, чтобы оно под солнечные лучи сходило. А потом присадим в горшки. Мне надо сгонять в Леруа, купить там горшки, и поставим уже на балкон. Пусть растет там. Ну, вот так вот оно все это выглядит. Каждое утро у меня тут бывает солнышко, и будем выращивать семена. И еще два блюдечка для петрушки и щавеля. Итак, насыпаем петрушку итальянский гигант. Так, как-то распределиться лучше, получше надо. Вот так. Теперь намочить. Не знаю, прикрывать сверху салфеточкой или нет. Ну, посмотрим. Чуть-чуть, пару дней подожду, посмотрю, будет ли прорастать. Если чего, вот так вот сверху прикрою салфеточкой и буду подмачивать каждый день. Ну, и также щавель. Сорт ценится за низкую кислотность, богатое содержание витаминов и ускоренное отрастание после срезки. Вообще, я люблю щавель. Итак, насыпаем. О, какие семечки! Я вот никогда не знала, как выглядит щавель. У нас на даче когда-то рос. Ну, он, по-моему, или от соседей прилетел, или рассадой мы покупали как-то. Поехали на подоконник. Посадка рассады закончена. Всем спасибо! Все свободны! Так, ну что у нас? Тут уже на балконе подготовила мама мне землю, сказала, вот можешь сажать всю свою рассаду вот в эти горшки. Что вырастет, то вырастет, потом уже распределим. Тут у нас вот птенчик наш лежит, загорает. Да, Тинсон? Обожает она на солнышке загорать. Наша курочка, наша девочка, наша красавица. Там, не смущайтесь, у нас заготовленные бутылки воды, на всякий случай. Сейчас в мире что только не происходит, поэтому предупрежден, значит вооружен. Ну, и хотела рассказать вот про эти совочки. Такие вот красивые. Я купила их в Паумбленде. Совочек, вот такой трезубец и что-то там еще было. Секатор. Не знаю, где он сейчас. За 4 фунта. Вот так. Люблю с удовольствием. Тут у нас что-то. Листья какие-то виноградные. В общем, сейчас будем сажать то, что... Ту рассаду, которую я вам показывала до этого. Еще я купила вот такие вот по 2,99 пакетики. Астра, петуния, батун, лук. И что еще? Еще петуния и кабачок. Кабачки попробуем поворачивать на балконе тоже. Приходится стряхивать все эти семена. Конечно, я думала, земля будет помягче. Или в этот посадить. Наверное, в этот лучше. Вот так вот прямо мы его. И посадим. И закопаем. Вот так. Простите себе на здоровье. А сюда мы посадим тогда... Зелень. Так. Ну вот сюда мы посадим салат и щавель. Ну вот так положила прямо в салфеточку. И засыпать землей. И сверху еще помыть. Долго не парюсь. Не мучаюсь, не вырастет. Значит, будем что-нибудь другое еще сажать цветочки. А сюда... Так, это было у нас что? Это был щавель. А сюда салат сейчас посадим. Вот так вот тоже. Положила салфеточку с семенами. Так как прорастет водичкой. Распределим по диаметру. Так, здесь у нас все уже посажено. Теперь можно полить. Растите салатик мой из щавель. Так. Сюда мы будем сажать петунью. А сюда укроп и петрушку. Вот так петрушку я посадила. Кое-как сюда. Землю перетащила. Теперь засыпаем. Лук я решила туда, в астры, посадить. Астры пока еще зайдут. Они в сентябре, в октябре начинают цвести. К тому моменту лучок мы уже пособираем, я думаю. Если вообще что-нибудь вырастет. Так, ну там все у меня просыпалось. Надо будет потом порядок навести, убрать. Сюда мы сажаем кабачок, насколько я помню. Вот этот. Ну что, в пакетике было всего 7 семечек из кабачка. Так, мы его посадим. Но какие-то семечки сухие, не наполненные. Я не знаю, вырастет ли что-нибудь. Посмотрим попозже. И закопаем и польем. Вообще кабачки мы часто на даче выращивали в Тольятти. У нас там просто все перл. Каждый раз, каждый выходной мы привозили штук по 10-20 кабачков. Хотя сажали штук 10 всего. Вот так. Так, сходите, мои урожаи. Ну вот, укропчик тоже ничего не взошло пока. Но решила его сразу слить в горшок. Пусть растет в горшке. Может что-нибудь взойдет. И уже через месяц у нас будет укропчик свежий. А на вторую половину мы сейчас посадим лучок. Лук батун. Русское застолье. Вот так вот выглядят эти семена лука батуна. Сажаем его. Точнее, сеем. Посевная. Ты что, с мячиком пришла? Мячик свой принесла? Ай, красавица наша. Иди вот сюда. Улеглась. Как-то на солнышке хочется, но солнышка нет. Давай я тебе вот здесь постелю. Давай, вот сюда. Вот так. Ложись. Отойди чуть-чуть. Отойди. Опа. Вот так. Мячик свой бери. Шарик бери. Куда он у тебя делся? Ложись за горой. Вот так на свое матрасике. Умничка моя. Умничка девочка. Шладенькая. Привет, Челсун. Так, ладно, закапываем. Логу-патун. И остались у нас питуньи. Пойдут в этот горшок. Что-то тут у нас уже взошло. Ну, по-моему, какие-то сорняки. Хотя, выглядит благородненько. Какая-то благородная, может быть, культура. Сажаем, в общем, питунью. Вот так вот. В один. Полукруг. В одну часть. Смотрите, как она устроилась. Красавица наша. Спит так сладко. Кто-то так сладенько спит. Кайфу. Какая пушечка наша, да? Как хорошо. Снова сыпем питунью. По диаметру. Там еще какие-то крошечки остались. Все. Теперь это все заваливаем обратно. И поливаем. Теперь каждый день только поливать. Благо, леечка куплена еще в Текимакси. Моя любимая. Все. Я ею еще и пользуюсь. За 3,99. За 400 рублей получается. Такая пластмассовая, хорошая, удобная. Пассивная прошла успешно. Та-дам! Челсик принимала главное участие. Ну ладно, закончили. Через пару недель или через месяц покажу, что взойдет, что выросло и как оно все дальше будет. Продолжение следует...